Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это программа «Час интервью», я Григорий Антимоний. Наша сегодняшняя передача несколько необычная. Дело в том, что некоторое время назад замечательный актер Алексей Серебряков показал фильм с его участием, как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов. После просмотра Алексей ответил на вопросы зрителей. Ну и поскольку разговор вышел далеко за рамки содержания таленты, мы решили показать эту передачу вам. Хорошего просмотра, а я с вами прощаюсь. До следующей субботы. Прежде чем вы посмотрите кино, я сразу расскажу, что картина, это была снята два года тому назад. Это дебютант, режиссер молодой, по режиссерским канонам, молодой Александр Хант. Хант — это не настоящая его фамилия, он из Хантамансийска и взял себе псевдоним Хант. Я в этой картине согласился сниматься, потому что очень хотел сняться с артистом Евгением Ткачуком, который, наверное, вам знаком по сериалам «Япончик» и «Урсулика Тихий Дон», где он играл Григория. Я считаю его одним из самых талантливых в этом поколении артистов и очень хотел с ним поработать. Поэтому, когда выпала эта возможность, я с удовольствием согласился. Картина эта недолгая, вам нужно выдержать только первые десять минут, потом она пойдет как по маслу. Думаю, что тем, кто сидит на первом ряду, стоит сесть подальше, потому что будет не очень удобно смотреть, задрав в голову. После картины будет небольшой перерыв, чтобы вы могли прийти в себя. И после перерыва я выйду отвечать на ваши вопросы, которые вы можете написать на бумажке и сложить в корзинку. Так что приятного вам просмотра. Я буду весь ваш сразу после окончания картины. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Предлагаю сделку. АПЛОДИСМЕНТЫ ОПОДИСМЕНТЫ Мы снова вместе. Я готов отвечать на ваши вопросы. Не думаете ли создать свою студию в Торонто? Спасибо. Не думаю. У меня достаточно много работы в России, поэтому я не могу, к сожалению, заниматься здесь много занимающим время. Как вы оцениваете, насколько глубок и долгосрочен ваш конфликт с российским эстаблишментом после интервью Дудю? Повлияет ли это на творческие планы? Должен вам сказать, что весь этот конфликт я благополучно пропустил, потому что работал в это время в Польше, в польской картине, и до меня так отдельно жена передавала какие-то сообщения, что идет обсуждение моего интервью. Это интервью разделило всех на два лагеря. Одни стали меня считать предателем Родины, другие патриотом. Я к этому отношусь спокойно. Я высказал свое мнение, свою точку зрения, и от нее не отказываюсь. А вы должны это оценивать. Творческие планы. Надеюсь, что на творческие планы это никак не повлияет, потому что, хотя сначала, в общем, все было не очень просто, но, слава богу, прошло время, все утихло, в России появились новые события, которые требуют немедленной оценки, обсуждения. Как вы понимаете, для передачи «Пусть говорят» и «Ажи с ними» всегда найдется тема для разговора, поэтому я со своей скромной персоной отошел благополучно на второй план. Можно ли одним предложением объяснить зрителю, о чем эта картина? Картина — это взаимоотношения двух человек в дорожной истории. Это если одним предложением. Как вы себя чувствуете, когда вам предстоит играть роль, например, обманутого мужа, труса, предателя? Чувствую себя точно так же, как надо играть, когда героя смелого и не предающего никого, а именно все зависит от гонорара. Знаете, как одна актриса спросила Хичкока, скажите, пожалуйста, какая у меня здесь мотивация в этом эпизоде? Он сказал, гонорар. — Да у меня такой вопрос возникает. Я согласен и с тем, что так вот построена, да, вот эта индустрия, и с тем, что семью надо корбить. Но у вас никогда не бывало какого-то, ну, может быть, раскаяния, сильное слово, да, ну, понимаете, что я хочу сказать, вот за участие в процессе все-таки какого-то массового оболвания. — Бывало, конечно. Бывало. Бывало, и мне неловко за многие свои работы, и хочется как-то так, ребят, не ругайте строго, ну, был грех, ну, был грех. Ну, потому что кино такая вещь, ведь никто же не хочет снимать плохие фильмы, все хотят снимать хорошие, но почему их так много плохих? Ну, не удается, не получается, не всовывается пазл. Тут что-то не так, там, здесь, там хитрили, тут своровали, здесь не получилось, тут подвели, там, ну, то есть это очень много, очень много, это же такая индустрия, в которой принимает участие огромное количество людей. Каждый элемент очень важен, и если где-то происходит абсерд, то, ну, и в конце концов ты получаешь то, что получаешь. Хотя изначально, может быть, мысль была замечательная. Тут вкус подвел, там мозгов не хватило, тут талантам не доросли. Ну, что делать? В этом смысле, я не помню, кто, по-моему, Маяковский сказал про поэзию, все-таки это не хирургия, никто не умрет. Что вас интересует в короткомедражном кино? Талант. Меня в любом кино интересует талант тех людей, которые его производят. Если я чувствую этот талант, как вот я почувствовал его в Жене Ткачуке, из-за которого я снялся в этой картине бесплатно, значит, да, если я чувствую этот талант, то я отзываюсь на это, потому что короткомедражки в основном снимают молодые режиссеры, только начинающие свой профессиональный путь, и я считаю это инвестицией, потому что благополучно я перехожу на роли отцов главных героев, потом я перейду на роль деда главного героя, а это совсем мало количества съемочных дней и несравненно меньше гонорар, чем сейчас. Так вот, я, снявшись в короткомедражке у дебютанта, имею возможность позвонить через 15 лет, сказать, помнишь, я у тебя снялся, дай мне пару съемочных дней на лекарства. Вернуться жить в Россию. Да, планирую. Да, планирую, потому что все-таки с Россией связана моя непосредственная профессиональная деятельность, я связан с языком и с культурой этой страны, и все-таки я востребован в российском кино, конечно, несравненно больше, хотя сейчас появилась возможность сниматься и за границей. Но летать стало совсем тяжело, честно, там по несколько раз в год стало просто тяжеловато летать, поэтому, наверное, все-таки придется вернуться. Но я не загадываю. Крым ваш. Нет, Крым не наш. Я привык соблюдать законы и считаю, что это принципиально важно, а не нарушение чужих границ. Моя претензия к сюжету, как Платон мог пощадить и отпустить, почему? Наверное, суть конфликта была такова, и жизнь, прожитая Платоном, такова, что это заставило его посмотреть на эту ситуацию вот так милосердно. Скорее всего, поэтому. И мне кажется, что Андрей Сергеевич Смирнов замечательно это, в общем, сыграл. Отойди от него! Отойди, я сказал! Пацан! Я же сказал уезжать! Я просил, пацан! Да не называй меня так, ты! Пацан, дивись! Платон, не трогай его! Я прошу тебя! Сынок, что ли? Какие другие фильмы с Ткучуком вы могли бы порекомендовать? Без сомнения, сериал «Тихий донор» с Олика, где он прекрасно играет Григория. Вообще, это очень хороший сериал. Ну и «Япончика» Сережи Гинзбурга, режиссера, тоже очень... Что такое любовь? Любовь. Любовь — это постоянное желание касаться друг к другу. Вне зависимости от возраста. Вот я бы так назвал это. Ну, хорошо. Давайте тогда ближе к жене. Вы сказали, что в какой-то момент поняли, что в жизни ничего важнее детей не существует. Да. Все остальное шелуха. Да. И вы стоите на этой позиции? Да, стою твердо. Да. И когда вы пришли к такому пониманию? Когда они появились. Когда я понял, что я занял глотку по рву. Когда я понял, что я ради них готов на все. Когда я понял, что температура у дочери важнее для меня всего остального. Что сломанная рука сына для меня важнее, чем все остальное. Когда я понял, что улыбка моей жены для меня важнее, чем все остальное. Очень громкая музыка не сочетается с лирикой фильма. Но это, к сожалению... Спасибо. По поводу музыки. Это, к сожалению, не ко мне. Это к режиссеру, который делал это кино. И вот посчитал, что уровень шума музыкального должен быть именно таким. Несите, несите, не стесняйтесь. Почему такая негативная реакция на ваше интервью с Дудем в России? Ваше мнение. Правда, им глаза колят. Почему негативная реакция? Наверное, потому что все в России вызывает негативную реакцию. На сегодняшний день Россия именно такова. Мы окружены врагами, и это сплачивает нас в совместном желании кого-то разорвать зубами. Знаете, как та баба на паперте, которая кричит, я любому глаза выколю, кто скажет, что Бога нет. Вот примерно так же сейчас ведет наша страна. Поэтому, наверное, и такая негативная реакция. Самые интересные воспоминания из вашего детства, юношества, спасибо. Самые интересные воспоминания из моего детства – это моя мама. Молодая, красивая, добрая. Она еще жива, хотя уже очень больна. Но вот это самое яркое воспоминание. Можно селфи? Мы пойдем. Нет, селфи нельзя. Селфи нельзя. Я не фотографируюсь. И объясню вам, почему. Во-первых, мне нельзя по контракту фотографироваться. Во-вторых, я честно вам скажу, что я в кино нахожусь уже 40 с лишним лет. Я объектив видеть не могу. Я все время слежу за вашим фильмом, как ваши дети адаптировались в Канаде. Мои дети адаптировались. Слава богу, за 7 лет, в общем, это было несложно. Но они остались русскими мальчишками и русской девушкой. Моим детям, дочке 23, мальчишкам 16 и 15. Но они остались русскими, по сути. Хотя, конечно, они приняли, так скажем, канадскую систему поведения. Я имею в виду ту уличную идеологию, которая существует на улице. Это бесконечная доброжелательность и толерантность. Вот это меня очень радует в них. Где вы снимаетесь еще? В сентябре я отснялся в полном метре. Картина называется «Ван Гоги». Моим партнером был величайший артист Даниэль Айбрыский. Я считаю, что это будет очень серьезное и большое кино. Сейчас я снимался в Польше, но это проходная картина польская. Ну и вот с 9 числа начнется новый сезон «Доктора Лихтера», 16 серий. И на это уйдет полгода. Спасибо. Фильм очень тронул. Волнуют судьбы России и россиян. Хотелось бы узнать ваше мнение. Ведь ваше публичное высказывание на устах многих россиян, особенно с негативным оттенком. Ну, что делать? Меня тоже волнует судьба России и россиян. Скажу вам честно. Но все в руках России и россиян на самом деле. И если не мы, то кто? Я никогда не был россиянкой, но моя мама как раз из Воронежской области. Я с россиянами общаюсь в основном на форумах. Очень пугает их настроение. Пришла на эту встречу, чтобы узнать, что скажете вы о российской жизни. Жизнь России суровая, начиная с погоды и заканчивая условиями. Вполне естественно, что вся история России достаточно хмурая и тягостная. В общем, трудно назвать те периоды, когда было абсолютное счастье и прогресс, процветание и изобилие. Такого, в общем, на самом-то и деле и не было. Все это лежит тяжким грузом на менталитете русской нации. Я имею в виду вообще россиян. И вот что куда это вырулит, к сожалению, не может сказать никто. Но пока все то, что происходит, не радует. Мы сделали большой шаг вперед в 90-е годы. Сейчас сделали три шага назад. С точки зрения истории, это, в общем, очень небольшой срок. Но для человеческой жизни это слишком большой срок. Там 20 лет, да. Это целое поколение. Поэтому нужно обустраивать свою жизнь и заниматься обустройством своих жизней, своих жизней своих родных и близких, своих друзей, реализацией себя. Вот. А уж что будет вокруг, посмотрим. Пацан! Давай забирай меня! Мне чемодан нужен. Вид у меня больно непрезентабельный. Примарафетиться хочу. А ну, верни. Сейчас. Не совершай ошибку, пацан. Слышь, не называй меня пацаном. Хватит, надоело уже. Давай, одевайся. Томатаюсь, тут вторые сутки. Демона у меня больше нет. Я не хочу быть красивым, не хочу быть богатым. Я хочу быть автоматом, стреляющим лиц. Спасибо за фильм. У меня вопрос. В фильме очень органично звучит российская рэп-музыка. Как вы сами относитесь к этому жанру? Я не понимаю рэп. Я не успеваю понять, что они там произносят. Но мои мальчишки слушают рэп в захлеб. Из чего я заключаю, что это новая какая-то, в общем, культура. В свое время, когда начиналась «Машина времени», я слышал «Машину времени», «Цоя», «Шевчука». И для моих родителей тоже это казалось достаточно странным после «Сидиневого платочка» и всего остального. Поэтому я отношусь с пониманием к своим детям и прилагаю, что, наверное, в рэпе тоже существует талант. То есть есть талантливый рэп, есть неталантливый. Наверное, они чувствуют разницу. Алексей вернулся с полдороги. Ваше мнение. Как вы понимаете, у этой картины открытый сюжет, открытый финал. Вот вы сами должны прожить его и предложить себе свой вариант того, чем закончится эта история. А сейчас? Здесь, здесь! Здесь! Уехала! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На мой взгляд, На мой взгляд С отъездом Витьки Леха Штырь умирает. И даже если Витька вернется, он уже никогда не сможет ничего услышать и сказать. У меня по поводу режиссеров из тех, которые вы работали. Вот какую роль в вашей жизни сыграл Балабанов? Большую, большую роль Ну, во-первых, это человек моего поколения. И вот если говорить про эту поколенческую историю, Появилась целая плеяда, там, так называемых тогда молодых кинематографистов. Леша Балабанов, Валера Тодоровский, Сережа Ливнев, там, Дима Месхиев, там, Вася Пичел. Это все было так, как бы, одно поколение. И с ними, со всеми я приятельствовал. Много пили водки, пели про Майдан. Все как положено. С кем-то с ней близко дружил, с кем-то не очень близко. И, вполне естественно, я очень хотел с ними, со всеми работать. Вот. Потому что это... Мы говорили на одном и том же языке, и было важно что-то сделать вместе. Вот. Но вот с Лешей долгое время это не получалось. Долгое время как-то он меня не видел. И прошло много лет, пока он вот не позвал меня в жмурки, Что было достаточно забавно. Но, видимо, он просто хотел набрать такую когорту людей известных, Артистов известных, для поддержания. Потому что это снималось за копейки. Это был очень рисковый проект. Вот. И поэтому ему нужны были фамилии, я так понимаю. Потому что все жмурки, в общем, это такой ансамбль актерский, Очень мощный, сильный. И с такими привлекательными фамилиями для проката. Вот. Вот он меня позвал. А потом позвал в Груфс 200. И все-таки нам удалось поработать вместе. Но Леша очень непростой персонаж был. Очень непростой. Он был одним из лучших режиссеров времени. И один из самых сильных, самых кинематографичных, так скажем. Но работать с ним очень тяжело. Поскольку кино у него в голове. Он знает точно, каким оно должно быть и каким оно будет. И получается так, что все люди, которые потом начинают реализовывать его замыслы, Они как бы все делают не так. И все делают не то. И ему все это не нравится. Потому что вот то, что у него в голове, все равно лучше. То есть он все время недоволен. Это очень сложно. А он энергоемкий очень персонаж. То есть человек, который высасывал из тебя энергию. То есть он как бы кормился за счет этой энергии. Поэтому я помню, что сниматься было очень сложно и очень тяжело. И жалко, что он так рано ушел из жизни. Это большая потеря для кино. И моя личная потеря. Потому что я, в общем, очень его ценил. Очень ценил. Вот так. Не про фильм. В чем, на ваш взгляд, секрет успеха Звягинцева как режиссера? Хороший вопрос. Андрюша Звягинцев очень глубокий, серьезный и очень серьезно относящийся к жизни человек. Он абсолютно киноман. Очень дотошный. Очень скрупулезный. Очень требовательный ко всему, что его окружает в кино и к себе самому. Все его картины – это ярко выраженное авторское высказывание. Высказывание именно его, Андрея Звягинцева. В этом высказывании он очень настойчив. Если вы видели все его картины, то вы понимаете, о чем я говорю. То есть это, в общем, видно, что это снимал один человек. Вот он пробил международную критику, международную публику и стал, в общем, одним из ведущих сегодня русских режиссеров, которые котируются на Западе. Мне не все картины его близки, но я понимаю, что он очень талантливый человек, очень глубокий. И даже очень простые сюжеты он умудряется сделать, превратить в притчу. Притчу вообще снимать очень тяжело. Притча рождается. Ты рассказываешь историю, но рассказываешь ее так, что она становится притчей. Специально рассказывать притчу невозможно. Вот у него получается рассказывать так, что его кино становится притчообразующей. И в этом его достоинство и прелесть его картин. И важность его картин. Ваш лучший фильм. Трудно сказать. На самом деле, там, моя фильмография, это больше 150 картин. Но когда я понимаю, что когда у меня будут внуки, и там они ко мне подойдут и скажут, дед, чем ты всю жизнь занимался, то я должен, наверное, что-то поставить им, там, какую-то флешку, воткнуть в телевизор и показать, что вот, собственно говоря, вот этим я и занимался. И тогда я понимаю, что таких картин у меня не так много. Может быть, 7-8, может быть, 9. Все не перечислены, но, без сомнения, это Груз 200, это Жила-была одна баба, это Иванов. Левиафан, без сомнения. Вот. В общем, не так много получается картин, в которых, ну, на самом деле, можно оправдаться, представьте перед Всевышним. Знаете, как Высоцкий говорил, мне есть, что спеть, представьте перед Всевышним, мне есть, чем оправдаться перед ним. Вот я чувствую, что у меня не так много, чем можно оправдаться, но я надеюсь, что жизнь еще впереди, и будет повод этот список увеличить. Николай Алексеевич, мне... Вы, милый доктор, молоды и бодры. А мне уже 35, и я имею право Вам советовать. Не женитесь Вы ни на еврейках, ни на психопатках, ни на синих чулках. А выбирайте себе что-нибудь заурядное, серенькое, без ярких красок, без лишних звуков. Вообще, свою жизнь стройте по шаблону. Чем сирея и монотония фон, тем лучше. Голубчик, не воюйте Вы в одиночку с тысячами. Не сражайтесь с мельницами. Не бейтесь лбом о стены. Да храни Вас Господь от всевозможных рациональных хозяйств, необыкновенных школ, горячих речей. Заприте себе свою раковину. Делайте свое маленькое Богом данное дело. Это теплее, честнее и здоровее. Николай Алексеевич, позвольте мне думать о Вас лучше. Тут целая страница. Напечатанная. Человек готовился. Но я не имею права не прочитать. Со своей актерской жизнью Вы создали множество достоверных образов, положительных, отрицательных и всяких. Очевидно, что каждой успешной роли предшествует Ваша большая работа при конструкции внутреннего мира героя. Какую психологическую и моральную основу Вы придумали, если бы Вам предложили роль главного героя в новом триллере, в котором у героя заживо сгорают дети в кинотеатре? Ну, Вы знаете, здесь целая страница этому посвящена. На самом деле, я же профессиональный артист, и занимаюсь это достаточно давно. Не говоря о том, что я учился в институте, и, в общем, у меня были хорошие педагоги, и чему-то они меня научили. Ну, и сам я всю жизнь учусь. Но рассказать, что такое актерская кухня, я не смогу. Словами рассказать это достаточно сложно. Я думаю, что в любой профессии есть такие области, когда ты говоришь по наитию, что называется, наить. Когда ты твердо не знаешь, не очень уверен, но чувствуешь, что именно так, а не как иначе. Вот большей частью работа актера заключается именно в том, чтобы найти эту наить, и ее оживить, сделать ее органичной. Если это происходит, то тогда получается роль. Ну, если говорить о моем, допустим, восприятии, актера Алексея Серебрякова, то я считаю, что бесспорная ваша вершина, это роль в фильме Андрея Смирнова «Жила-была одна баба». Я считаю, что это просто гигантская работа и колоссальный ваш творческий успех. Трудно было в этом фильме? Вы знаете, трудно было коверкать язык. Поскольку мы там говорим на диалекте, то это очень сложно. Это же не иностранный язык, вроде как свой, но при этом почему-то ты должен коверкать его. Это было наслаждение работать на этой картине, потому что Андрей Сергеевич удивительный человек, человечище, удивительный. Все-таки это такая картина сугубо русская. Она сугубо ментальная, она сугубо не универсальная. И она повествует, в общем, по большому счету, о гибели целой цивилизации под названием русское крестьянство. Это гибель, гибель такой цивилизации. Это была цивилизация, русское крестьянство, со своими обрядами, со своими костюмами, со своим укладом, со своим бытом, со своей философией, со своей религиозностью. И нет больше такой цивилизации. Просто ее нету, она исчезла. И мы же сами ее уничтожили. То есть не то, что кто-то пришел со стороны, сами, своими собственными руками это уничтожили. Сомневаюсь, что она понятна кому-то, кроме русского зрителя. Сомневаюсь. Вы живете в России или в Торонто? Я живу на две страны, потому что моя семья живет здесь, а работаю я в России. И поэтому я живу на две страны, и, собственно говоря, так получается последние несколько лет. Скажите, пожалуйста, что для вас счастье? Ну, вообще, счастье — это когда получается. Вот получается что-то из того, что ты задумал, или из того, к чему ты стремился. Дети хорошие получились. Счастье — счастье. Жена любимая и не проходит. Счастье — счастье. Там фильм получился — тоже счастье. Когда получается, тогда счастье. Опять студию актерского мастерства. Нет, не планирую я открыть студию актерского мастерства. Многие мои друзья сейчас являются педагогами в Москве. Там Дима Певцов, Миша Горевой преподают. Я пока не чувствую в себе сил решать чью-то чужую судьбу, честно. Когда я представлю, что я должен молодым людям обозначить их дальнейшее будущее, карьерный рост в этой профессии, меня мурашки по телу бегут, потому что я на себя такую ответственность взять не могу. Мы будем рядом, не отчаивайтесь, ваш зритель. Спасибо. Я тоже буду рядом. Не могу сформулировать свой вопрос письменно. Разрешите задать устно. Пожалуйста, это важно. Седьмой ряд слева. Давайте, формулируйте. Я понял. Кратко вопрос заключается в том, что девушка работала три года в детском доме и сейчас живет в Канаде последние два года. И спрашивает, она хочет написать или в состоянии написания рассказов про детей этого детского дома. и задает вопрос, имеет ли она моральное право жить в Канаде, писать об этом. Я вам скажу, что вы имеете моральное право делать все, что вы хотите для того, чтобы реализовать себя. Даже если бы вы уехали в Китай, это не имело бы никакого значения. Если вы чувствуете внутреннюю потребность рассказать кому-то о том, что вас действительно волнует, беспокоит о том, что у вас болит, если вы хотите про это прохрепеть, проорать, простонать, то, пожалуйста, сделайте это, не держите это в себе. Алексей, какое решение в вашей жизни вы считаете главным, а как оно изменило вашу жизнь? Спасибо. Вы знаете, у меня был случай после школы, когда я окончил школу. У меня было шесть главных ролей в кино уже к тому моменту, но я не пошел в театральный институт, а поступил в Московский энергетический институт, потому что туда шли мои три друга ближайших. И я пошел с ними за компанией, потому что мне было все равно. Я поступил туда, сдал экзамены, это было лето, еще было полтора месяца до начала учебного года, и мне позвонил главный режиссер Сызранского драматического театра. Я даже не знал, что такое Сызрань, я, честно говоря, не предполагал, что есть такой город с таким нелепым названием. Сызрань какая-то страна непонятная вообще. Он мне позвонил и спросил, не хочу ли я поехать в Сызрань работать у него в драматическом театре. Я забрал документы из института, на меня смотрели как на идиота, и поехал работать в Сызранский драматический театр. Мне было шестнадцать лет, и я поехал. Поезда оттуда шли полные, а туда пустые. Я ехал один в вагоне. Вот я поехал работать на периферию в Сызрань, в драматический театр. Вот это решение было самым главным в моей жизни. У меня такой вопрос. А вот вы вообще были такой домашний мальчик? Какое у вас детство было? Это к тому, что как родители могли отпустить мальчика, только что после школы, неизвестно куда, неизвестно в какую профессию. Да, я объясню. Дело все в том, что я же все-таки с двенадцати лет начал сниматься в кино. И до четырнадцати лет со мной на съемки ездили моя мама, мой папа. А после четырнадцати я уже начал ездить один, потому что родители работали, и я сам ездил в экспедиции. То есть сам стирал себе трусы, носки, майки, брюки, сам гладил, сам готовил себе суповой набор кипятильником. То есть, в общем, по большому счету, я был достаточно самостоятельный молодой человек и доказал родителям, что я не имею на это права. То есть они мне доверяли, что было очень важно и очень значительно. И в этом большое достоинство, вот их чуткость заключалась в том, что они в какой-то момент отдали мне мою жизнь мне на откуп. Ни на чем не настаивая, а только деликатно, как бы, меня упаковывая в понимание того, что я должен сам существовать. Вы один в семье? Я один. Один, да? Ни братьев, ни сестер. Нет. Отношения с родителями были близкие? Да. Да, нет. Конечно, я все равно прошел через все необходимые подзросковые проблемы, связанные с тем, что в какой-то момент я хотел отделиться от родителей, в какой-то момент я рвал эту пуповину с мамой, с папой. То есть все это было. Все то же самое, что демонстрируют сейчас мои дети мне. Уважаемый Алексей, лет пять назад вы и ваша начальная жена Мария проводила меня до заправки, когда у меня закончился бензин. До сих пор кусаю ногти, что не взяла у вас автограф. Можно это сделать сейчас и сфотографироваться с вами. Автографы я даю, я только не фотографируюсь, извините. Автографы, пожалуйста. Сейчас, чуть попозже, чтобы все не ждали. Добрый вечер. Я первый раз видел в сериале «Безет» по моему любимому писателю Пикулю. А у вас есть любимый писатель или книга, которая запомнилась? Любимого писателя нет, нету. Я вообще книгачей. Я люблю читать и стараюсь читать все то, что появляется сейчас у нас. А сейчас хорошая литература начала появляться. Я вообще люблю... Собственно говоря, в Канаде я в основном лежу на диване с книжкой. Мне жена позволяет и не бьет меня скалкой по голове. Отличный фильм. Какими критериями вы руководствуетесь, когда даете свое согласие на участие в проекте после ознакомления со сценарием? На примере этого фильма. Я вам скажу, что когда поступает предложение, то это некий пазл. Пазл зависит от того, кто его делает, кто участвует, сценарий, сроки, извините, гонорар. Это пазл, который складывается. Вот если он сложился, значит, я участвую. Если что-то где-то не получается, значит, не участвую. Потому что иногда приходится сниматься просто из-за денег, потому что я должен кормить семью, и я единственный, у меня еще, в общем, неждевея не пожилые люди, поэтому я вынужден иногда просто за деньги сниматься. Какой фильм в мировом кино со времен братьев Лемира вы считаете самым лучшим? Какая ваша любимая работа в кино, актерская или режиссерская? Вы знаете, ну, слишком много, не хватит времени перечислить все те картины, которые оставили неизгладимый след в моей памяти, в душе, из-за которых я не спал, там, обдумывая, переживая заново. Точно так же, как и режиссерские, актерские работы. Все вы их знаете прекрасно. Вы знаете хороших артистов, вы знаете плохих, так что я не буду вам советовать. Будет ли продолжение «Макмафии» и когда? «Макмафия» действительно прошла с большим успехом, и предполагается, что продолжение будет. Но в отличие от продолжения, книжка-то закончилась, поэтому это должен быть оригинальный сценарий, то есть придуманный с нуля. Если «Макмафия» первая основывалась на книге просто, то теперь это надо придумать с самого нуля, придумать сюжет, историю еще на 8 серий на следующий сезон. Я, честно говоря, не знаю. Полагаю, что BBC, в общем, вряд ли откажется от этого успешного проекта, и, скорее всего, продолжение будет, но когда, сказать не могу. А что вам нравится и что дорого в России, и что не нравится, нам понятно. Что мне близко? Мне близка русская культура. Понимаете, на самом деле достаточно сложно говорить, ведь, понимаете, вот есть вещи, которые… Культура вот, она либо есть, либо ее нет. Она не бывает русской, французской, американской. Есть уклады, есть фольклор. Он действительно бывает там русский, американский, североамериканский. А культура, она как медицина или как наука, она не имеет национальности. Она либо есть, либо нет. Я в одном из ваших интервью нашел такую очень поразившую меня фразу. Можно я сейчас, да? Да, пожалуйста. Для меня интеллигентный дилетант в работе гораздо лучше, чем профессионал, но хам. А как же результат? Вы знаете, в какой-то момент… Художественный результат. В какой-то момент… Вот я не терплю хамства, честно. Жлобства вот это вот я не выношу. И в какой-то момент я понимаю, что для меня жизнь проживаемая, она все-таки важнее, чем то, что будет на экране. Вот в отличие от Звягинцева. Для меня жизнь важнее, чем кино. То, как я ее проживаю, для меня важнее, чем то, что будет на экране. На экране это проживет два-три раза просмотра и забыли. А жизнь незабываемая, она откладывается. Поэтому для меня хамство нетерпимо, даже если она очень талантлива. Ну, что вы очень нестандартный ротист, я вам скажу. Такой есть. Не знаю, жену устраивает. Так держать Одесса, Акерман с тобой. Бывал там. Бывал там, да. Славно, славно. Хотели бы выясняться в продолжении Штрафбата, насколько актуален этот фильм и его продолжение сегодня. Я думаю, что продолжение у этой картины быть не может. Это законченное произведение. Это сильный, серьезный сериал, который, к сожалению, Россия перестала показывать, потому что были неоднозначные оценки. И опять поделили народ на тех, кто был за этот фильм, за тех, кто против. И тоже опять и те, и другие пытались грызться в горло друг к другу, доказывая, что они правы. В связи с чем, канал России, видимо, принял решение больше не вызывать таких яростных споров и не показывать эту картину. А актуален этот фильм, без сомнения, будет еще долгое время, пока существует память о Великой Отечественной войне и о тех жертвах, которые понес русский народ в этой войне. Давай, Роди, выводи своих. Ханна батальону хотелось бы знать для чего. Твою мать, взять переднюю линию обороны. Таков приказ. Брось, Василий Степанович, тут не дети. Силами батальона переднюю линию обороны не беру. Но ты, Суворов, хренов! Иди делай, что говорят! Что делать будет, Петрович? Вперед идти, как приказано. Или ты только в карты гораст играть? Не пойму, что приказано это. Вперед идти! С кем? Ты посмотри, вокруг одни жмурики. Вперед, псина! А не то я сейчас из тебя жмурика здесь сделаю. Василий Степанович, первый на связи! Седьмой на связи! Как дела, комбат? Нет больше батальона, гражданин генерал! Команды, отход на свои позиции. Операция закончена. Что думаете о русских в Канаде? По-моему, милые люди, не знаю. Не страшно ли вам работать в России? Не лучше ли все-таки работать на Западе, в Америке и в Европе? Мне не страшно. Понимаете, дело все в том, что я родился в Советском Союзе. И всю жизнь прожил там. И я умею плавать в этом болоте, что называется. Поэтому я знаю те понятия, по которым живет страна. И могу разговаривать на этом языке. Понятийным. Не законным, а понятийным. Вот. У меня это уже получается. К тому же и роли мои. Бандитские это доказывают. Ну вот. Поэтому мне не страшно. Дима! Попал семь капель. Промахнулся двадцать семь. Я понял, Костя. Ай, за тебя, Степанович. Будь здоров. Спасуй, Коля. Тебе не пора. Спасуй. Ну давай, Паша, а то смотри мне. Мне подругу переговори. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Товарищ полковник, Димон, давай, покажи-ка вам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Иван Степанович, рад знакомству. Поздравляю. И я рад. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Степаныч, ты только... Насладился тишиной. Зачем очередь-то? Ну мы что, в кепку твою теперь шарашить будем? Ну ты охренел, блядь, Степаныч, совсем. Пойду мангал поставлю. Пойду. Спрась. Ну уж постараюсь. Степаныч, порадовал. А из нынешних кого нет у тебя? А во моем хозяйстве все, что хош, есть. А то к нынешнему еще времени пришло. Малость столического зазора. Пускай плохо на стенку повисит. Лично я, ну, не большой поклонник этого фильма, Левиафана. Это не связано, там, скажем, с вашей работой, да? Или там... Есть просто там несколько моментов, кто лично меня... Я с пониманием отношусь к тем, кто устраивает, кому нравится этот фильм. Ну, например, какая-то такая вот, знаете, чуть ли не такая плакатная одноплановость отрицательных персонажей. Я не вижу, почему они такие стали, понимаете? Вот этот мэр, когда он сразу появляется, мне все про него понятно, да? Вот этот наглый, пьяный хам там, да? В общем, все, мне про него больше не надо. Или этот самый священник, в общем-то. То есть они немножко как бы для меня такие одномерные. Вот у меня лично такая была претензия, да, к этому фильму. Ну, окей. Вы знаете, что вообще вы дважды лауреат Каннадского фестиваля? Почему дважды? Ну, потому что это второй, второй приз фильма, в котором вы участвовали. А какой еще получил? Я не помню. А вот был такой фильм «Я, Иван, ты, Абрам». Вот этот фильм получил в 93-м, это я раскопал. Он получил в 93-м году приз молодежного жюри Каннского фестиваля. Я пришел предупредить. Сам не знаю, о чем пришел. Это ваша суббота. Наши боятся ее, не знают, что вы здесь утворяете. А не то бы всех вас. Вали, от Сутан Ахма. Вали сейчас же. Будет. Плохо будет. Я хочу посмотреть, что у вас. Плохо будет. Плохо будет. Плохо. Плохо. Плохо будет. Служили ли вы в Советской Армии? Вот чего не довелось, того не довелось. Я в Советской Армии не служил, потому что... А, еще. Я в Советской Армии не служил, потому что являюсь психически больным человеком. Я отлежал свое в психиатрических больницах, свой срок я отдал служа санитарам. Что отличает талантливый фильм от ерунды? Пытаемся понять. Часто бывает, что все хорошо, все талантливое, но фильм не получается. В чем загадка? Загадка. Должен вам сказать, что вообще кино, как любое произведение, оно либо попадает в тебя, либо не попадает. Ты иногда понимаешь, что фильм сделан талантливо, или ты читаешь прозу какую-то и понимаешь, что написано замечательно. Но не твое. Ну и ничего не сделаешь. Ну нет контакта, не возникает. Понимаете, то, что вы видели на экране, это уже не имеет отношения ко мне. Я-то свое уже сделал, а то, что вы видели на экране, это третья жизнь продукта, сама по себе. То, что вы смотрели это кино, это четвертая жизнь кино. То, что вы выйдете из экрана и вынесете из этого фильма, это будет пятая жизнь. Это будет жизнь только вы и ваше отношение к этому кино. Как бы самого кино уже не будет, а будет только то, что вы про него поняли и что вы ощутили. Таким образом, художественный образ проживает несколько жизней. И поверьте мне, что при любом результате всегда найдется спектр мнений примерно бывает одинаковый. То есть всегда найдется два человека, которые уйдут из зала, два человека, которые будут в восторге, два человека, которые всплакнут, два человека, которые заснут. То есть примерно спектр мнений будет одинаковый. Просто при разном продукте эти люди будут меняться местами. Поэтому важно, чтобы оно было, это кино, и важно, чтобы вы сами его посмотрели для того, чтобы понять, ваше это или не ваше, вызывает ли это у вас желание вечером обсудить это с кем-то из друзей или близких, или перед сном немножко подумать о картине, которую вы посмотрели. Вот это важно. Вы мне напоминаете помощи характера Леонова, актера. Что вы думаете об этом? Не знаю. По-моему, я мало на него похож. Но помощи, может быть, и да. Мне приятно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам большое, что вы благополучно потерпели меня. Засим, я желаю вам всем того самого счастья, о котором меня спросили. Счастья вам. Спасибо. 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 Ты со мной рядом и готов быть до конца. Что же я тебе поверю, вот тебе моя рука. Ничего не бойся и ее не отпускай. Чтобы завтра не случилось, буду рядом, так и знай. Я буду рядом. Я буду рядом. Я буду рядом. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok